Всем привет! У нас уже вечер, мы с Димкой пришли с улицы, я быстренько приготовила ужин. Сейчас покажу, что она готовила. Но кушать придется сесть одной, потому что Денис еще на работе, когда будет, не знаю, ну где-то через час, а у нас и так почти 8-9. Я не хочу кушать. Денису с Димкой сварила гречки себе и, не знаю, может быть Денис будет, хотя я сомневаюсь, но пусть попробует. Это все овощи, которые у меня были замороженные, ну лежали там или в пакетах, или вот я горошек как-то покупала, молодой у меня остался, я его заморозила и все. Кукурузка, которую я замораживала. В общем, короче, все смешала, добавила томатную пасту, соевый соус и приготовила. Кто знает, на ночь лучше кушать приготовленные овощи, а не сырые. Так, все. Я думаю, мне будет достаточно. Димке приготовила салатик, это его самый любимый салат, но кто следит за моим каналом, тот знает, что он от него просто без ума. И достала синенький, сейчас буду пробовать, что же это у нас получилось, вкусно или нет. Это, кстати, я Денису тоже сварила, это типа, не знаю, как это называется. В общем, это итальянская штука, кожа, косточки, типа, нога свиная, но внутри не мясо, а мясо, только фарш. Она тут связанная, она варится в герметическом пакете, но оно слишком жирное, слишком соленое, я такую штуку не очень люблю. Сейчас попробуем разрезать синенький, что получилось, если будет вкусно, я рецепт оставлю в описании. Там ничего сложного, ну, я протушу все, что нужно сделать, но я пока еще не знаю, вкусно это или нет, да и вообще, приготовилось ли оно. Правда, да, я очень умная, я уже рассол слила, а потом пробую, приготовилось или нет. Но оно должно было сутки быть в рассоле, поэтому, по идее, должно. Фиг. И что же у нас такое? Не знаю, мне что-то не нравится. Но это без уксуса, мне, наверное, нравится тот вариант, который с уксусом, это, получается, они соленые. Ну, такое себе, если честно. Не знаю, будет ли у меня есть такой Денис, как бы я для него старалась, готовила, он-то любит всякие такие штуки. Ну, по крайней мере, на рынке мы часто покупаем у бабулечек, но бабулечки, знаете, у них там свои рецепты. Мне почему-то кажется, что оно не до конца готово. Или я рано пробую, там было сутки, нужно, чтобы оно пробыло в рассоле, три дня в холод. Гадость. Невкусно. Блин, я аж расстроилась. А на вид красивенький-то кем? Ну, не знаю, ну что, оно не приготовилось, что ли? Я его приваривала. Там по рецепту минут семь приварить, и потом заливать рассолом. Ну, начинять и заливать рассолом. И сутки стоит оно в рассоле. Ну, не знаю даже. Что-то не очень. Морковка сильно горькая. Туда чеснок идет и перец. Мне кажется, горькая морковка. Не знаю, Денис попробует, а там... Будем как-то спасать ситуацию. Ну, а это вкусненько. Я такие овощи просто обожаю. Димка с перепугу набросился на этот салат и уже вторую тарелку ест. Бречечку уже покушал, да? Что, вкусный салатик? Димулечка. Ух ты, как свиня. Мы пришли с улицы, я его сразу в душ засунула, покупала. Придется, наверное, опять мыть поюхать. Из какого пуга? Я не пугался. Не пугался? Я просто... Ты давно не кушал салатик просто этот, почему-то. Тоша, вот что ты тут делаешь, а? Я не знаю, как часто за ним надо убирать, но... Он погрыз, уже почти весь камушек съел. Здесь куча мусора. Это я убирала здесь утром. Я каждое утро убираю. Ну, сегодняшний утро. Да вообще, тут уже куча всего. Ты что делаешь? Ты что делаешь, Тоша? Хулиган. Тошка. И кто помнит, посмотрите серию. Кто не помнит, как он лепился. Кто не помнит. Тошка, не, ну сюда тебя не выпущу. Прости, пожалуйста, но летать ты сегодня не пойдешь. Чего? Ну, потому что он пока еще не все выучил. Он икру на руки не идет. Как пойдешь на руки, тогда и будешь летать. Понял? Да. Понял, Тоша? Вкусно? Да, и когда-нибудь ишь кусаться. Он тут по остаткам, видно, ел морковку, груши. Ну, груши что-то он не хочет, можно убирать. Слушай, ну у тебя же есть там еда. Ну, есть же еда. Что ты ее всю? И семечки там есть. Ну, хватит грызть его, а? Это нормально, что он его столько ест? Мне кажется, многоватенько. У меня там съемка оборвалась. Короче, попугай, да, у нас свинья. Везде свиньячат, и за ним нужно убирать по три раза на день. Ну, подходите. Денису, короче, синенькие понравились, да? Да. Говорит, вкусные. Ну, мне не понравились, честно. Ну, я рецепт оставлю под видео в описании. Посмотрите. Не знаю, может быть, надо уксус куда-то добавить, чтобы было вкуснее. Но мне почему-то чего-то не хватает. А Денису понравилось. Ну, опять же, ну, мне нормально. Они еще постоят пару дней в холодильнике, и они будут вообще шикарные. Ты просто, ну, не знаю. Хотела, наверное, чтобы они более кислые были, такие, как у ту продают. Как у бабушек. Да ну, Зай, ну, бабушек они продаются, называется. Они там квасятся по три месяца. Ты же думаешь, они их квасят тогда, как ты? Не знаю, но я рассчитывала на другой вкус. А получились они как, ну, как какие, как засоленные. Нет. Ну, они как маринованные. Как маринованные, во, маринованные. Просто, что они, ну, не кислячие такие, уксуса у них нету. Ну, уксуса, да, типа, не надо добавлять, чтобы были полезные. Ну, не знаю, попробуйте, конечно. Особо ничего там сложного нету. Ну, но я ожидала лучшего. Вот так вот. У нас уже Димка уснул. Я попугая накрыла, потому что он бедный. Мы проходим, он все время просыпается, глаза открывает. Пусть выспится. Вообще прикольно. И, кстати, когда Денис пришел домой, он начал морозиться и спать ложиться. Он до этого ходил, бегал по клетке, только Денис к нему подошел, он отвернулся спиной и сразу такой, глаза закрыл, и типа, засыпай. Он еще подглядывает, понимаешь? Да, и подглядывает, да. Только Денис ушел, он раз глаза открыл. Потом только подходит, он опять засыпает. Я решек не захотел с руки палец мне вчера догрыз, называется. И все, решить не буду. Ну, что поделаешь. Но я надеюсь, что у меня получится его приручить, потому что, ну, не знаю, мне страшно. А вот я ему руку засовываю, и надо, короче, нельзя отдергивать руку, понял? Типа, когда ты отдергиваешь, он будет думать, что, ну, ты типа с ним играешь, и у него задание споймать руку. А ловить он ее будет клювом. И поэтому отдергивать руку нельзя. Когда он кусает, что ли, смотреть на него? Он не кусает сильно? Ну, как? А меня сильно укусил. Ну, сначала вот так чуть-чуть, а потом так именно посильнее. Ну, не прокусил. Он проверял тебя на жесткость. Ну, я не убрала, но я быстренько сказала, нельзя, и все, и больше руку не пихала. Я же тебе говорю, будет он вредный, то будет ему... Нет. Он будет хороший, он научится. Надо купить вкусняшки. Вот это типа все невкусняшки. Хотя орешки ему нравятся. Орешки, если что, не грецкий орех, а арахис, он идет в... В корме. В корме, да. Это грецкий, оказывается. Ну, можно, но типа там одну восьму можно. О, Господи. Типа сильно жирный. Короче, лучше не давать. Надо купить вкусняшки какие-то. Именно... Например? Ну, там она продается. Типа малинку? Нет, типа корм вкусняшки. А, а она мне предлагала какие-то, говорит, если у нас там какие-то что-то, да, она мне говорила, типа вкусняшки. Вот, вкусняшки. Надо на ручку, и тогда он будет, короче, ну... Еще больше свинячий, да? Добрее. Но он свинья вообще редко, знаю. Я просто в шоке. Как он так? Он половину еды съедает, половину разбрасывает. Просто в разные стороны. Я же тебе говорил, что попугай это... Либо же он просто... Да ну не ты убираешь, ты вообще приходишь только ночью. Так, а если ты уедешь к маме на недельку... Ничего, позаметайся. Придется ему тогда жить в грязи. Нет, нельзя. Воду нельзя, чтобы там были какашки в воде. Воду я ему поменяю. В еде нельзя, чтобы были какашки. В еду я ему насыплю на три дня. Так нельзя, чтобы там были какашки. А он сегодня туда покакал. Свинья. Свинья, да. Он капец, редкостный свинья. Какой этот, как это... Хозяин такой попугай. Да ты про себя. Нет, это же просто Дима, попугай. А не, ну тьфу-то. А Дима тоже, прикинь, на вот этом чебурашке, там, я не знаю, это стол, я так называю, чебурашка. Короче, он нагрыз вот это же севе. Куча. Вот такая белая, этот, пылюки была. Знаешь, что Дима подошел и сделал? На пол, да? Я говорю, ты что делаешь? А что тут грязно? Я говорю, а кто там будет убирать? А мы на улицу как раз собирались. Я говорю, придем с улицы, будешь сам стол отодвигать, я буду пылесосить. Ну, я представляю, сколько там всего. Ну, да. Дима ходит все время, дует. Ну, видишь, сын тоже убирает за попугая. Да, помощники, блин. Они вредители. Они вредители. Это точно. Ладненько, буду я с вами прощаться на сегодня. Все, завтра будет что-то интересненькое. Что не знаю, но новый день, новые события. Так что, всем пока.